Привет, меня зовут Фероника, я очень рада, что ты на моем канале. Не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписана. Для меня, как начинающего блогера, это очень важно. И, конечно, мне приятно ваша обратная связь, ваши лайки, комментарии. И можно сказать, что я помню по аватаркам всех, кто пишет мне комментарии, я безумно благодарна. Давайте уже мы с вами начнем. Сегодня на канале моя самая любимая рубрика — это покупки. Сегодня покупок будет особенно много, что, конечно, не может не радовать меня. И я надеюсь, что вам будет интересно смотреть. Может быть, вы найдете что-то для себя. Может быть, я вдохновлю вас на обновления гардероба. Это осенние покупки, в основном они все базовые. Так что я думаю, что всем будет интересно. Что ж, давайте начнем. Первая вещь, которую я хочу вам показать, это вот такой вот тренч из эко-кожи в таком красивом карамельном цвете. Он мне безумно понравился еще с момента шоппинг-влога, который я снимала до этого. И я решила, что я вернусь в магазин и куплю. Он, как я уже сказала, из эко-кожи. Фурнитура тут такая под серебро, но тут пластиковые пуговицы, причем брендированные, которые мне совершенно не нравятся. Мне кажется, пластиковые пуговицы, на которых написано «бережка» — это такое себе. И я уже решила, что я здесь пуговицы поменяю на какие-нибудь металлические серебристые, чтобы они соответствовали цвету фурнитуры на поясе. Я сделаю это сразу же, как только я сниму видео. Просто хотела вам показать, как он выглядит, можно сказать, прямо из магазина. На мой рост метр пятьдесят шесть, не самый высокий рост, он длины миди. На мой рост очень сложно найти плащ, пальто, чтобы оно сидело вот так, как надо, за длиной миди. Поэтому я особенно рада этой покупке. Невысокие девушки, обратите на этот тренч внимание. Насколько я знаю, он есть еще и в черном цвете, по крайней мере, на сайте я его видела. Вот такой вот тренч. Он особенно классно смотрится с какими-то базовыми вещами, потому что он мгновенно их вытягивает. И сапогами, которые я покажу вам далее, в таком винном оттенке, мне очень нравится, как это выглядит. В общем, покупка я на сто процентов довольна. Как на сто? На девяносто девять, наверное, но если я заменю здесь пуговицы, это будут все сто процентов. Раз уж мы с вами заговорили о обуви, я покажу вот эту вот пару сапог, тем более, что это единственная обувь в сегодняшнем видео. Как видите, это высокие сапоги с широким голенищем, причем голенище, оно вот здесь вот скошенное идет. Тут не очень высокий как блог, но очень удобный, очень устойчивый. Я на самом деле не очень люблю обувь из масс-маркета, мне ее тяжело носить. И у меня есть одна обувь из Zara, которая для меня крайне неудобна была первое время. Потом я ее разносила, она мне очень нравилась, поэтому мне пришлось это сделать. А вот в этих мне сразу моментально удобно, несмотря опять же на этот каблук. Тут острый мыс, и мне очень нравится эта модель, особенно ее оттенок такой винный. Далее я вам опять же покажу водолазку, которая вот практически в тон в тон совпадает с этими сапогами, и вместе они, конечно, смотрятся потрясающе. Я, несмотря на то, что у меня 36 размер, влила их 37, и мне в них все равно удобно. Поэтому можно сказать, что они маломерят, и забыла, наверное, сказать, что это резерт, и это эко-кожа. Стоили они сравнительно недорого. Такая вещь, чтобы побаловаться. Ну и, наверное, для тех, кто привык ходить на каблуках, это вполне может стать ежедневным вариантом. Для меня же это вообще единственная пара на каблуке, которая у меня есть, поэтому я, можно сказать, пока привыкаю, но они определенно комфортные. Может быть, я их тоже буду гораздо чаще носить. Следующая моя покупка абсолютно базовая, это вот такая вот белая рубашка. Я белую рубашку, которая мне понравится, искала несколько лет, и нашла ее в зале. Представляете? Рубашка из стопроцентного хлопка, и ее преимущество в том, что она мужского кроя. То есть она довольно объемная, в размере XS, да, это XS, и на мои параметры она села просто прекрасно, то есть вот прям как надо. Тут такие вот заостренные ласканы, она довольно объемная, и очень здорово, она сидит абсолютно со всеми вещами, и с широкими брюками, и с узкими джинсами. Единственное, тут довольно такой откровенный вырез, скажем так, и нет пуговички. Конечно, можно в ателье ее дополнительно сделать, но в принципе у меня это не вызывает никаких противоречий, мне эта рубашка очень понравилась, я ее буду с удовольствием носить, уже с удовольствием ношу. Такая вот базовая банальная вещь, которую очень долго ищешь, часто так бывает, что какие-то трендовые вещи, их очень легко найти, а базовые, чтобы они вот сидели так, как надо. Очень интересный аксессуар, сейчас я вам покажу, это вот такая вот портупея, она из эко-кожи, с серебряной фурнитурой. Тут есть ремешок вот здесь, вот здесь, и по талии, то есть все это можно регулировать. И я схватила его на кассе в Бешке, когда покупала вот этот вот тренч из эко-кожи, и мне оказалось большое это портупея, причем если я стягиваю даже на самом минимальной, то есть я ее ни разу не надела, хотя планировала надевать я ее с этой белой рубашкой, которая вам показала только что. Мне кажется, очень классно посмотрелось, если бы она села так, как надо. И я не знаю, стоит ли за ту стоимость, что она стоила, полторы тысячи, кажется, нести ее куда-то еще дополнительно там в ателье к мастеру, наверное, по ремонту обуви, чтобы не пробивало дополнительно вот здесь вот дырочки и фурнитура, естественно, колечки должны быть тут точно такие же, иначе это будет выглядеть крайне нелепо. Я не знаю, оставлять ли эту вещь в своем гардеробе, я скажу сразу, у меня размер XS и параметры, какие у меня параметры по груди, у меня, наверное, где-то 73 сантиметра, и вот мне кажется, начиная от 77, вот эта вот вещь будет сидеть нормально, несмотря на то, что она опять же в самом маленьком размере, а все, что меньше, она уже будет болтаться, так себе. Мы с вами переходим к трикотажу, давайте я расскажу о той водолазке, что сейчас находится на мне. Это Зарина, которая в этом году сделала потрясающую трикотажную коллекцию, она безумно приятная к телу, удобная, теплая, легкая, и это ни в коем случае не реклама, хотя, конечно, хотелось бы, увы, мне за это никто не платит, но качество, оно действительно потрясающее. Оно просто невероятное, ты прикасаешься к этой вещи и понимаешь, что да, причем стоимость не очень высокая. Тут в составе есть вискоза, где-то 70-80%, я, к сожалению, уже отрезала белку и точно вам не скажу, и вот такие вот клепочки на рукавах. На самом деле, если было без них, было бы еще лучше, я их, честно говоря, не заметила, когда я покупала эту вещь, как такое может быть, не знаю, в общем, я довольно импульсивно иногда делаю покупки, но, тем не менее, я довольна, поскольку она настолько комфортная, вот, и просто ее носить как основную вещь, и под что-то надевать под ту же рубашку, жакет, неважно вообще по какую верхнюю одежду, она очень удобная, комфортная, мягкая. Тоже из Зарина, вот такая вот подолазка в ярко-синем цвете, и тут тоже вискоза 70-80%, опять же, я отрезала белки. Обратите внимание, что это разные модели, тут такая вот прямая вязка, а здесь она немного геометричная, то есть она идет по диагонали, тут у меня очень высокий город, и опять же, конечно, меня привлек яркий цвет, потому что базовых водолазок их повсюду очень много, а найти качественную яркую водолазку не так-то просто. И, кстати, мне вот интересно ваше мнение. Я заметила, что сейчас очень много людей носят такие белые, серо-бежевые вещи, они базовые, да, безусловно, это комфортно, удобно, легко сочетать эти вещи между собой, но так жаль, что сейчас все стали так одеваться. И я за собой замечаю, что я тоже вижу, что очень много вот этих эстетичных картинок в инстаграме, и я следую за этой модой, и тоже беру какие-то вот такие вот невзрачные вещи иногда, и иногда они откровенно делают меня серой мышью. Вот такая вот я ведомая, мне кажется, что сейчас многие себя так ведут. Мне вот просто интересно ваше мнение по этому поводу, потому что мне, безусловно, хотелось бы, чтобы люди были более индивидуальными, яркими, чтобы они находили свой стиль в одежде, чтобы они не стеснялись эту одежду на себя примерять. И опять же, очень много видео о антитрендах, они спровоцировали вот это вот течение, когда люди просто боятся пробовать что-то новое, им кажется, что кто-то посмотрит и скажет, ммм, это антитренд, ммм, это уже не в моде, или ммм, это старомодное, и они не будут это надевать, потому что кто-то осудил, не так посмотрел, или просто какой-то блогер сказал, что вот такие вот колготки ни в коем случае нельзя вот носить. Не знаю, опять же, я, конечно, так считаю, но сама часто попадаюсь на эту удочку, что я боюсь брать какие-то чрезмерно яркие вещи и покупаю очередную бежевую водолазку. Вот такая вот история. Давайте вернемся к вещам. Как я уже сказала, тут вискоза, она тоже безумно мягкая, приятная, яркий цвет, но в сочетании он, конечно, посложнее. Однако мне кажется, что такие яркие цвета в базовых вещах, они определенно разбавляют наш гардероб. Следующая вещь, это вот такая вот водолазка с шерстью и кашемиром. Опять же, очень мягкая и приятная. Еще, кстати, стоит упомянуть о том, что у меня вообще аллергия на какие-то ткани, типа акрила, полиэстера, я не могу носить такие вещи, поэтому я слежу за составом изделий, за такую цену, за которую я купила эту водолазку в каком-то шоуруме. Я не знаю, естественно, они заказываются все из Китая, наверняка, но та стоимость, за которую они продают, сначала мне показалось подозрительной, но это действительно натуральный состав. Она не скатывается, у нее потрясающий винный оттенок, который, как мне кажется, очень мне идет, и многим, как мне кажется, подойдет, особенно если сочетать с помадой такого же цвета, мне кажется, очень здорово будет смотреться. Это классический такой осенний оттенок, который здорово сочетается с шоколадным, бежевым, с черным. Вот, главное ей приборщить с темным, у меня такое бывает, я могу надеть все черное, эту водолазку, и выгляжу, как будто я пошла на какое-то не очень радостное событие. Вот, тут высокий ворот, она опять же свободная в крови, кстати, синяя, она была облегающая, а вот эти вот, та, что на мне, и вот эта вот, они такие более свободные. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, точнее, это костюм, штаны от которого сейчас находятся на мне, просто так комфортно на самом деле. У меня бывает такое, что я вообще сверху могу нарядиться, там, рубашку надеть, еще что-то, а внизу у меня какие-нибудь спортивные штаны, я имею в виду на съемке видео, потому что так удобно, и вы же видите меня только наполовину. Вот, это как раз-таки тот случай. Внизу у меня сейчас штаны от этого костюма, он опять же с шерстью в составе, оверсайз кроя, тут широкие штанины, я вставлю здесь фотографии, как он выглядит на мне. Я его взяла в том же шоуруме, что и предыдущую водолазку, это у меня был один заказ, и этот костюм я чаще всего ношу или дома, или куда-то в загородный дом, на дачу, у костра посидеть. Вот недавно, кстати, относительно, мы сидели у костра, я была в этом костюме, и мне было абсолютно тепло, несмотря на то, что в Петербурге у нас уже довольно низкая температура, очень он мне, опять же, нравится, не колется, приятный к телу, очень теплый, просто безумно теплый. И еще хочу заметить, что когда я его покупала, там были очень длинные брюки, где-то на размер, на размер, на рост метр семьдесят пять и выше, наверное. А я напоминаю метр пятьдесят шесть, поэтому мне пришлось их укорачивать. Тем не менее, я этим костюмом, опять же, довольна. Мне кажется, это очень здорово, что высокие девушки тоже могут найти себе одежду, потому что нам, невысоким, гораздо легче ее укоротить, чем высоким эту одежду найти. Все сейчас делают одежду на средний рост, метр шестьдесят пять, наверное, метр семьдесят, может, максимум, а вот на высоких девочек найти вещи очень сложно. И последнее, что я вам хочу показать, это вот такая вот стеганая сумка в джинсовом, таком синем цвете с золотистой фурнитурой, причем эта фурнитура такая немного потертая, под винтаж, скажем так. Несмотря на то, что эта сумка выглядит довольно вместительной, на самом деле, помещается туда не очень много. Но при моем образе жизни больше и не нужно. Мне очень нравится сочетание вот этого синего с золотым, очень здорово смотрится, и это такая сумка, опять же, трендовая, которую вы помещаете в свой образ, и она обращает на себя внимание. Конечно, простая белая рубашка, какие-нибудь серые джинсы, и эта сумка, мне кажется, смотреться будет просто потрясающе. И вот таким вот образом она выглядит, открывается она вот так вот. вот тут у меня паспорт лежит, в общем-то все. У меня просто несколько сумок, но вот это вот в последнее время стало для меня вообще самой носибельной, несмотря на то, что она, не сказать, что какая-то супер базовая, черная, но, на удивление, она вообще ко всему у меня подходит. На этом у меня все, я надеюсь, что вам понравилось это видео, если это так, то не забудьте поставить мне пальчик вверх, мне будет безумно приятно. Напишите в комментариях, какая вещь вам понравилась больше всего, а какая, может быть, не понравилась. Мне также будет интересно узнать ваше мнение, а мы с вами совсем скоро увидимся на моем канале. Пока-пока! Пока!